Налоговые поступления в бюджет вырастут на полтора триллиона тенге за счет НДС до 2025 года. Этому поспособствует технология блокчейн, говорят специалисты кластера TechGarden. Но с оговоркой, это пока предварительные расчеты. Предлагаю поговорить о новшествах с экспертом в этой области, основателем блокчейн Asia Club Еленой Сидых. Она подключается к эфиру из Астаны. Елена, добрый вечер. Вы как раз находитесь на площадке экономического форума и сами слышали заявление президента о блокчейне. Уже в августе технологию внедрят в системе учета НДС. Расскажите, как все это будет происходить на деле? Добрый вечер, Рашид. По поводу внедрения технологии блокчейн в НДС, это было первое официальное объявление. И на текущий момент подробности еще неизвестны. Я думаю, они будут объявлены экспертной группой позже. Перед самым внедрением, каким образом это будет осуществляться. То есть сейчас, к сожалению, прокомментировать не могу. Далее, насколько я знаю, в планах оцифровать всю финансовую отрасль страны. Что именно может перейти на систему блокчейн и банковские транзакции, кредитования, страхования? Можете пояснить? Прежде всего, конечно, перейдут банковские транзакции. Потому что система позволяет в автоматическом режиме учитывать транзакции без участия людей. Что сокращает существенно транзакционные издержки самих финансовых институтов. И также ускоряет процессы. Потому что это делает технология автоматически в режиме онлайн. И не нужно дополнительных подтверждений. Что касается кредитования, страхования, так как включены сюда транзакции, это, естественно, тоже будет переходить. Как и в мире, в других странах. Есть уже много проектов и по страхованию, и по кредитованию. Но я думаю, что это будет следующим этапом. Прежде всего, будут переведены сделки и финансы сразу будут привязаны именно к сделкам. То есть на текущий момент, если, например, ты покупаешь недвижимость, отдельно это договор, отдельно это финансовая транзакция. Они существуют раздельно. Но что позволяет блокчейн сразу сделать это автоматически в одном, можно сказать, одним кликом. То есть в момент осуществления транзакции тут же фиксируется переход права собственности. И я думаю, что здесь будет переведена не только финансовая сфера, но также, как и в Грузии и в Украине, могут быть переведены государственные реестры, например, земельные или недвижимости и так далее. Спасибо. О внедрении технологий блокчейн мы поговорили с Еленой Сидых, основателем блокчейн Asia Club.